В условиях сложного бюджета Ненецкий округ на исполнение финансовых обязательств взял казначейский кредит. В Ненецком округе началась подготовка к ежегодному проекту «Красный чум». Всего врачи осмотрят и окажут медицинскую помощь более 600 жителям региона. Определить дальнейшую судьбу инфекционного отделения депутаты окружного парламента отправились с визитом в медучреждение. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Государственный долг Ненецкого округа достиг отметки 3 миллиарда рублей. Департамент финансов и экономического развития взял еще один, на этот раз казначейский кредит. Его размер 800 миллионов, рассчитаться по нему необходимо за 30 дней. Казначейский кредит – мера вынужденная. На сегодняшний день сумма поступающих доходов несоизмерима с текущими расходами региона. На минувшей неделе казна региона пополнилась всего на 134 миллиона 746 тысяч рублей. Ливяную долю 85 миллионов составил налог на прибыль. Следом идет НДФЛ. 3 миллиона 300 тысяч регион на безвозмездной основе получил из федерального бюджета. При небольшой сумме поступлений расходы составили 524 миллиона. Деньги были выделены на содержание казенных учреждений, органов госвласти, субсидии бюджетным учреждениям на госзадания. Кроме того, были осуществлены социальные выплаты, субсидии и инвестиции. Произведены бюджетные инвестиции в госсобственность на сумму 70 миллионов. Это облада строительно-монтажных работ Версаляму за 6-секционный жилой дом по авиаторам 15 миллионов. 6 миллионов оплачены строительно-монтажные работы ООО «Альфа-сервис» на жилой дом маневренного фонда в городе Наринмаре. И произведена оплата аванса на строительство многоквартирного жилого дома в городе Наринмаре. 49 миллионов – это Версалям. Кроме того, 9 миллионов рублей межбюджетных трансфертов получили муниципальные образования округа. В том числе 3 миллиона выделено на софинансирование капитальных вложений на строительство очистных сооружений в Качгарте. Для осуществления необходимых выплат округ взял казначейский кредит 800 миллионов рублей. Ставка кредита 0,1% сроком на 30 дней. Таким образом, госдолг региона составил 3 миллиарда рублей. Неудовлетворительная отметка за работу в 2015 году. Такую оценку получил фонд содействия реформированию ЖКХ Ненинского округа. С отчетом о деятельности на заседании администрации округа выступил заместитель генерального директора некоммерческой организации Павел Богданов. В программе капитального ремонта домов Ненинского округа 451 строение. Каждое требует замены или ремонта чего-либо в зависимости от уровня износа и надежности конструкции. В краткосрочный план ремонтов на 2014-2016 годы из этих домов вошли всего 20. Правда, после актуализации и повторных оценок 12 строений из плана исключили. Получается, что за два года отремонтировать необходимо 8 домов. В 2015 году отремонтировали всего 3. Три дома из них запланированы работой на 2016 год. Два дома отказались от капитального ремонта. В результате у нас осталось три дома, по которым собственники проголосовали за капитальный ремонт. И, соответственно, капитальный ремонт по ним был выполнен. Павел Богданов поясняет, еще три дома по решению собственников отремонтируют в этом году. А собственники двух домов и вовсе отказались от ремонта. Поэтому сумма затраченных средств на обновление жилых строений составила всего 11 миллионов 904 тысячи рублей. В то же время на содержание фунда содействия реформирования ЖК Ханинского округа в прошлом году ушло 35 миллионов. 11 миллионов вы потратили. Содержание обошлось 35. Что мы должны еще вас заслушивать? О чем мы должны говорить? Как вы премии себе платили, что ли? Или чего? В федеральную повестку попали. Мы не можем тратить каждый четвертый рубль на администрирование. Слишком дорогое удовольствие в конце концов. Слишком дорогое удовольствие. 35 миллионов на 11 на работу. В этом году в план ремонтов включены 8 домов с финансированием в размере 84 миллионов рублей. Проведена проверка фондом федеральным. Я имею в виду деятельности нашего окружного фонда. Сделаны целый ряд замечаний. По результатам внесены изменения. Вот тот краткосрочный план, о котором сейчас говорилось. И этот краткосрочный план согласован на федеральном уровне. Дальше остается только, собственно, работать. Проведенная фондом работы в 2015 году от главы региона Игоря Кошина получила неудовлетворительную оценку. Свою оценку поставили и законодатели округа. Сегодня они тоже заслушали отчет фонда о работе за минувший год. Правда, встреча парламентариев с руководством некоммерческой организации прошла за закрытыми дверями. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненинском округе началась подготовка к ежегодному проекту «Красный чум». В этом году бригады медиков посетят Харивер, где обследуют жителей национального поселка, а также оленеводов СПК Путильича. По подсчетам специалистов Центральной поликлиники Заполярного района, всего врачи осмотрят и окажут медицинскую помощь более 600 жителям региона. В состав бригады «Красного чума» будут включены 20 специалистов. Также жители смогут пройти флюоробследование, диагностику УЗИ и сделать электрокардиограмму. Врачи будут принимать жителей в течение 10 дней в новом здании амбулатории, которое открылось год назад в административном центре муниципального образования. Ориентировочный проект стартует в начале декабря. Этот период удобен для охвата наибольшего количества оленеводов, поскольку в декабре начинается убойная кампания и бригады подходят к поселку. Кроме того, планируется провести медицинское освидетельствование жителей для получения разрешения на ношение оружия и управления транспортными средствами. Также медики подготовят санитарных помощников из числа чумработниц. Их обучат основам доврачебной помощи. На бригады выдадут аптечки для оказания первой медицинской помощи. Финансирование проекта сохранится на прежнем уровне. Предполагается, что 2,5 миллиона рублей выделят нефтяники на оплату работы медиков, приобретение аптечек и медикаментов. В окружном бюджете на финансирование транспортных расходов по перевозке медицинских специалистов и доставке оборудования предусмотрено свыше 1,6 миллиона рублей. Определить дальнейшую судьбу инфекционного отделения. С этой целью депутаты окружного парламента отправились в медучреждение. Вместе с законотворцами выяснить, как долго деревянная постройка, несоответствующая времени и во многих случаях санитарным нормам будет принимать пациентов, отправилась и наша съемочная группа. Инфекционное отделение Ненецкой окружной больницы располагается в здании, построенном еще в прошлом столетии. Его состояние требует принятия скорейших решений. Минувшей зимой даже при горячих батареях в помещении было очень холодно. Если другие подразделения больницы, разместившиеся здесь, скоро отметят новоселье и переедут в новый диагностический комплекс, то по инфекционному отделению вопрос остается открытым. Должен быть предбоксник, чтобы воздушно-капельная инфекция, она никуда, и риск, допустим, для пациентов, находящих в нашем отделении, он должен быть безопасен для других, чтобы они, вот воздушно-капельная инфекция поступает к нам, чтобы они не инфицировались и действительно находились в застойных условиях. У вас были проверки и подтверждающие, что ваши помощи не отвечают установить треки? Ну, у нас были, конечно, конечно, и у нас же есть санпины, по которым должны быть требования к определенному инфекционному отделению, да, какие у нас должны быть боксы. Депутаты детально оценили состояние отделения, ведь цель визита – определиться, какую точку зрения нужно выработать парламентскому корпусу, с тем, чтобы инфекционное отделение работало в современных условиях. Мы сейчас идем за то, чтобы все-таки инфекционному отделению, несмотря на его малочисленность, да, до 30 человек, на 30 коек, да, все-таки это архиважное отделение. Поэтому вот сейчас, когда надо расставлять приоритеты в строительстве, как и в системе здравоохранения, так и в системе образования, как и в системе социал, и когда нужно решать жилищные вопросы для разной категории граждан. Подрочительный взгляд законотворцев попала и Единая регистрационная служба звонков, так называемый колд-центр, которая располагается в более комфортных условиях. Единая регистратора, добрый день, я вас слушаю. Город искатели? Участок знаете свой? А? Оксина? Ну, это у вас сельские жители. Принимает терапевт Назарова, ой, Захарова. У неё на 9-й есть один талон 1645. Пойдёте? Говорите, как вас зовут. Ирина Булыгина работает здесь с самого начала, с 1 марта 2013 года. За рабочую смену принимает в среднем 500 звонков. Проблем в работе сотрудники не отмечают, поэтому визит законодателей сюда стал больше ознакомительным. А вот по инфекционному отделению принято решение вынести вопрос для дальнейшего рассмотрения парламентариями. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Смотрите далее в выпуске. Наделись субъекты полномочиями в сфере искусственного воспроизводства ценных пород рыб. Проект обращения представлен парламентариям в рамках заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Наделись субъекты полномочиями в сфере искусственного воспроизводства ценных пород рыб. С таким предложением к председателю правительства Дмитрию Медведеву выступил депутат собраний депутатов Ненинского округа Сергей Хабаров. Проект обращения он представил парламентариям в рамках заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Внесение указанных изменений в федеральный закон позволит осуществлять искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов не только на основании соответствующего государственного контракта, заключаемого федеральным органом исполнительной власти, но и на основании государственного контракта, заключаемого органом власти субъекта России. По мнению членов Комитета ПЗСР, участие субъектов в деятельности по искусственному воспроизводству водных биоресурсов будет способствовать эффективному восполнению запасов рыбы, повышению эффективности реализации государственной политики импортозамещения в рыбодобывающей отрасли. В Ненинском округе завершается подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Она пройдет с 1 июля по 15 августа. В регионе сформировано два переписных участка – город и Заполярный район, поэтому на отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15 сентября по 15 ноября. За каждым участком закреплен переписчик. Сегодня для них началось обучение. В комплект входит светоотражающая жилетка. На ней есть сигнальные полосы. Еще есть козырек. Так, дальше. Записная книжка. На территории нашего округа будет работать 15 переписчиков. Во время переписной кампании они зададут несколько простых вопросов. О количестве скота в хозяйствах, плодовых деревьях, площади посеев по видам сельскохозяйственных культур. А также узнают размер общей площади земельных участков. На сегодняшний день комплектуется инструментарий для населенных пунктов. Также проводится обучение переписчиков. Там есть свое ранжирование. То есть, по большей части у нас личное подсобное хозяйство, то есть по части города. Это в основном семьи, проживающие в индивидуальных домохозяйствах. Кроме того, садоводческие огородные участки и крестьянско-фермерские участки. Последняя сельскохозяйственная перепись проводилась в 2006 году. Спустя 10 лет настало время нового подсчета данных. На территории нашего округа под перепись попадают все населенные пункты. Она позволит получить официальную статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которое станет базовой для принятия решений в отношении мер господдержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и улучшения качества жизни людей на селе. Александр Бабрякович, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Смотрите через несколько секунд. С этого года главные государственные награды региона будут вручаться в торжественной обстановке. С этого года главные государственные награды региона будут вручаться в торжественной обстановке один раз в году 12 июня в День России. Такая инициатива главы Ненецкого округа Игоря Кошина ранее была поддержана депутатами и закреплена в соответствующем окружном законе. Медалью за особые заслуги перед Ненецким округом торжественно наградят ветерана Великой Отечественной войны заслуженного педагога, краеведа, историка Василия Петровича Самойлова. Звание почетный гражданин Ненинского округа присвоено ветерану педагогического труда краеведа Ульяне Аполлоновне Истоминой. На награждение почетной грамоты Ненинского округа приглашены 20 жителей региона. Большая часть из них приедет из сельских населенных пунктов округа. 13 семей из Нарьинмары, Неси Великовисочного, Лабожского и Харуты удостойны региональной медали «Родительская слава». Церемонии их награждения будут организованы в каждом муниципальном образовании. Кроме того, 12 июня трое жителей региона получат памятную медаль «Патриот России». Ее удостойны Сергей Хабаров, Галина Калий и Екатерина Михеева. Главные торжества в честь Дня России начнутся в 12 часов на площади Марацей. Напомню, мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут на площади Марацей. Праздник откроют представители национальных землячеств, которые проживают в Ненинском округе. Это Татаро-Башкирское, Украинско-Белорусское, Ненинское, Коми, Чувашское, Азербайджанское землячество. Также Нарьинмарцев и гостей города поздравят первые лица региона. Кроме того, на площади Марацей пройдет акция «Книга-ворот», в рамках которой можно будет обменять прочитанные книги. Букросинг. Именно так называется акция по обмену книг, которая проходит во всем мире. В этом году Ненинский округ решил к ней присоединиться. 12 июня на площади Марацей в специальной палатке волонтеры будут принимать и раздавать книги. То есть каждый желающий может принести ту книгу, которую уже прочел, и обменять ее на другую. Впрочем, у акции уже есть продолжение. Это шкаф, который стоит либо в общественном месте, либо в парке где-то, куда люди приходят, книжки ставят свои, забирают те, которые не прочитали. Поэтому идея родилась поставить такой шкаф в аэропорту. Назвать его «Красиво, летай, читай». И потом, возможно, в других аэропортах наших муниципальных образований точно такие же шкафы тоже поставят, и люди будут перелетать и обмениваться книгами. В дальнейшем такие книжные шкафы могут появиться в гостиницах, медицинских учреждениях и учреждениях культуры. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте адрес trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков.